Добрый день! Добрый день, друзья! С вами Ольга. Мы знаем, что с помощью хвойных растений можно создавать интересные композиции в ландшафте сада, сочетать их с низкорослыми кустарниками и также разными многолетниками. И среди многообразия видов хвойных растений каждый для своего сада, неважно, большой он по площади или маленький, может выбрать то, которое подойдет по форме и размеру. Такие компактные виды хвойных растений хорошо подойдут для небольших садов и не займут много места. К таким миниатюрным или карликовым формам относятся хвойные, которые не превышают где-то метра, ну чуть больше метра в зрелом возрасте. Вообще большинство карликовых сортов получают из черенков, которые берут с ведьминых метел. Я как-то в одном из своих видео рассказывала, что такое ведьминые метлы. Так с помощью прививок от мутирующей части растений выведены многие миниатюрные сорта хвойных. И сегодня я хочу показать некоторые сорта миниатюрных елей, которые растут в моем саду. Ель Пуш была посажена вот здесь на Альпийской горке два года назад и представляла собой на момент посадки совсем небольшую сортовую веточку, привитую на маленький ствол обыкновенной ели. Интересно, что немецкий слекционер Пуш Вертер не так давно путем мутации от ели Акракона вывел совершенно новый сорт ели под названием Пуш. У нее медленный темп роста, годовой прирост составляет где-то от 2 до 5 см. В молодом возрасте представляет собой небольшой кустарник высотой где-то 30-40 см и в диаметре 50 см. К 10 годам ель вырастает около 1 метра и приобретает подушковидную форму кроны. Молодые побеги у ели светло-зеленого цвета. И уже с раннего возраста на концах ветвей начинают формироваться небольшие шишечки. Сначала бледно-розового цвета, затем от красного до ярко-малинового и позже они отцветают и приобретают уже коричневый окрас. Их можно оставлять до весны, ну а после лучше, конечно, удалить, чтобы появлялись новые завязи. Почки у ели образуются на концах побегов, их много, они коричневого цвета, и весной из них появляются молодые приросты. В моем саду ель пуш растет на солнечном месте, но также она хорошо будет расти и в полутени. В формировке эта ель не нуждается. Удаляем только поврежденные или сухие ветки. Сама крона у растения нечеткая и в более зрелом возрасте она похожа на подушковидную. Но для того, чтобы ель сохраняла более пышную крону, я удаляю где-то 1 третью часть молодых побегов. Хвоя у нее темно-зеленого цвета, плотная, колючая, и длина составляет где-то 1 см. К составу грунта ель не особенно требовательна, но лучше ей подойдет или легкая суглинистая или супесчаная почва, состоящая из садовой земли, компоста, торфа и песка. С кислотностью УПХ где-то от 4 до 5,5 единиц. Вот здесь приствольный круг я замульчировала сосновым опадом, но можно перепревшим компостом, торфом или щепой. Устойчивость к морозам у нее высокая, где-то до минус 40 градусов, так что можно выращивать ель в холодном климате северных стран. А сейчас прогуляемся к небольшому каменистому уголку, где растет еще одна миниатюрная ель, которую красит любой сад и подойдет для любого ландшафта. Она хороша как для каменистых участков, так и для композиций с другими растениями. Итак, это сербская ель Карл. Выведен миниатюрный сорт в бельгийском бетоннике и тоже на основе ведьминой метлы. Борастает она невысокой, до 80 сантиметров, и в дальнейшем по мере роста крона у нее будет густая и объемная в виде шара, но в диаметре может разрастаться до метра и даже чуть больше. Пока ель молодая, она выглядит неправильной формой в виде низкого куста. Ветки торчат в разные стороны и не имеют центрального побега. Но по мере роста ель обрастает молодыми побегами. Они совсем небольшие, вот такие яркие, светло-зеленого цвета, и постепенно, наращивая зеленую массу, крону растения становится плотной и густой. Деревце растет медленно и за сезон прибавляет всего 3 сантиметра в высоту и примерно 4 сантиметра в ширину. Молодые веточки, которые сначала имеют зеленую окраску, по мере взросления постепенно меняют свой цвет на более темно-зеленый с серебристым оттенком. Если присмотреться, то из-за отсутствия центрального побега у ели образуется так называемое гнездышко, которое находится в верхней части кроны. Но она постепенно загущается и ель превращается в пышную полусферу. Хвоя у ели короткая и почти не колется, так как край хвоинок слегка закруглен. Ель постепенно растет, крона у нее становится пышнее и вот так она выглядит в этом 2022 году. Хвоя приобрела нежный серебристый оттенок, она напоминает слегка приплюснутую хвойную подушку. Ну, в общем, этот миниатюрный сорт подойдет для любого сада. Предпочитает расти в полутени, но и на солнечном месте ей тоже понравится. По составу почвы ей подойдет суглинистый грунт, слегка подкисленный. Можно смешать садовую землю с торфом и песком. Ну, а для лучшего роста можно сделать подкормку один или два раза за сезон как минеральными, так и органическими удобрениями. Эта ель относится к четвертой зоне морозостойкости и выдерживает температуры до минус 35 градусов. Она хорошо переносит обрезку, но так как компактную крону формирует самостоятельно, то, в общем-то, необходимости в этом нет. Аккуратная полусфера этой ели гармонично вписывается в ландшафт каменистого сада. В этом сезоне я покупала еще одну сербскую ель «Карл» и при выборе саженца специально остановилась на растении, которое имело невысокий, но выраженный ствол. Именно его решила сформировать как небольшое деревце с шаровидной кроной. Удалила по периметру небольшую часть побегов, придав форму шара, а также одной из нижних ветвей на стволе. Я еще раз повторю, что формировке этой ель не нуждается, но думаю, что в такой штамбовой форме она тоже будет выглядеть оригинально. Посадила я ее в каменистый ракарий перед домом на солнечное место вот здесь, среди других хвойных растений. Ель хорошо пошла в рост, вот так украсила себя яркими молодыми приростами. И в течение сезона она хорошо развивалась, загустила крону, распушилась, и на фоне вот таких ярких вересков мухов и лишайников выглядит довольно гармонично среди камней. В этом же сезоне 2022 года в интернет-магазине Оптхоз я купила небольшой саженец еле черный. В естественной среде это дерево вырастает до 20-30 метров высоту, в общем-то достаточно такой внушительный рост, но существует сортовое разнообразие и другие разновидности ели, которые популярны и используются при озеленении садовых участков. Один из таких миниатюрных сортов черной ели называется нано. Нано означает низкая, и действительно высота этой ели не превышает 50 сантиметров. Посадила я ее в этот жирокарий перед домом, недалеко от сербской ели Карл. Вот такая компактная и небольшая ель с медленным темпом роста. С возрастом крона у ели будет шаровидной, густой и напоминает подушковидную форму размером примерно 40 сантиметров в высоту и 80 сантиметров в ширину. Побеги у ели тонкие, нежные, хвоя темно-зеленого цвета с голубовато-сизым оттенком, но молодые приросты светло-зеленой длиной 1 сантиметр. И вот этот молодой прирост имеет ярко-зеленую окраску и выделяется на фоне старой темно-зеленой хвои. А так выглядит ель через 4 месяца после посадки. Она значительно распушилась, хвоя приобрела голубовато-зеленый цвет с таким серебристым оттенком. Она густая и короткая. А в течение лета еще ель заложила на ветвях много почек. Дерево это солнцелюбивое, но полутень ей тоже подойдет. Оно малотребовательное к почве, может расти и на бедных, суглинистых, песчаных. Также подойдут торфяные почвы, разные по кислотности, pH где-то от 4,5 до 7,5 единиц. Но к морозам эта ель устойчива и легко переносит суровые погодные условия и температуру ниже 40 градусов. Ель на она хорошо смотрится в вересковом саду, в группе с другими миниатюрными растениями, а также ее можно выращивать в контейнерах на террасах и в зимних садах. Существует около 40 видов разных елей, и они могут быть как высокими, так и совсем низкими. В группе таких низкорослых елей можно отнести сорт обыкновенной ели Little Gem. Этот сорт появился в голландском питомнике в результате естественной мутации от ели сорта Nidiformis. В своем саду я посадила эту миниатюрную ель вот здесь, с левой стороны от дорожки, в небольшом каменистом ракарии. Так выглядел саженец перед посадкой, совсем небольшой, с такими густыми веточками, приподнятыми вверх. Хвои у ели темно-зеленого цвета, и сами иголочки маленькие и короткие. Они расположены на ветках достаточно часто, из-за чего крона выглядит густой и пышной. Высота этой красавицы в зрелом возрасте будет всего около 50 сантиметров, ну а в 10 лет ее диаметр кроны составит 40 сантиметров. В ландшафте этот сорт ели хорошо будет смотреться в каменистых и также вересковых садах. Например, среди других небольших хвойных и также травянистых растений. Но еще можно дополнять композиции почвопокровными растениями. Ель Литтл Джем медленно растущая и за год вырастает всего на 2 сантиметра. Вот так она распушилась на следующий год после посадки и постепенно приобретает форму кроны в виде шара. Деревце это лучше сажать в плодородную среднекислую почву и она должна быть супещаной или суглинистой. Эту ель можно сажать как на солнце, так и в полутени. И по поводу ее морозостойкости. Переносит она морозы до минус 34 градусов, но молодые растения все-таки в первый год лучше накрывать лапником. В этом же каменистом уголке растут еще две компактные ели с хвоей голубовато-зеленого цвета. Это канадские ели сорта Эхинеформис. Название Эхинеформис латинского языка означает форма ежа. И действительно ель имеет кустовидную форму в виде подушки с жесткой короткой хвоей. Этот сорт французской селекции, он выведен давно, еще в середине 19 века, и является старейшим карликом среди хвойных. Место для посадки подойдет лучше солнечная, можно выбрать и полутень. А почву этой ель предпочитают рыхлую и слабокислую. Она должна состоять из листовой земли или перегноя, верхового торфа, можно добавить песок, садовую землю, и я еще добавляла сосновую иглицу. У этой ели красивая крона и она не требует формирующей обрезки. Ну а вырастает кустовидной формы высотой 60 см, а в диаметре взрослая ель может достигать и до 1 метра. У нее также хорошая зимостойкость и иммунитет к болезням и вредителям. При оформлении ландшафта она эффектно будет смотреться среди камней в ракарии, альпинарии, на разных клумбах с другими миниатюрными кустарниками и злаковыми растениями. Друзья, конечно, помимо интересных миниатюрных сортов елей, в моем саду также есть и другие виды и компактные сорта хвойных растений, но о них я расскажу чуть позже. Ну а вам спасибо, что были со мной и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok